Всем еще раз привет! Привет! Мы продолжаем вести эфир, такой послематчевый, релаксовый эфир аналитики. Да, наших аналитиков мы попросим подойти сюда, наверное, а то они уже все там булки расслабили и ушли в запой, я так понимаю. Вот, Дима ко мне только присоединился. Ну что, Дим, как у тебя впечатление от гранд-финала-то? Сейчас, секунду. Ну, гранд-финал однозначно удался. Все игры смотрелись на одном дыхании, я очень доволен. Ну, да, это было действительно то, наверное, чего стоило ждать. Потому что мы сидели, весь турнир ныли, что вот, наконец, вернее, до сих пор не было интересных матчей, все были в одну калитку, когда же начнется интересная дотка. Дождались? Да, дождались. Я могу сказать то, что команды нам показали при этом совершенно необычные стили, потому что все три игры мы видели стратегии. Причем в разном ключе. Стратегии? Да. Аналитика. Миличники против миличников. Да, да. Я честно думал, что Ярик сейчас вот так вот пафосно подойдет, с ноги там Диму подвинет как-то и взядет на его место. Кажется, здесь у Спарта. Ты был слишком брутален. Ну, да. Давай, рассказывай теперь твои впечатления. Паричок. Но, ты знаешь, мои впечатления такие, что на самом деле мне даже показалось так вот мимолетно, неожиданно, что Asus Polar были сильнее. Им просто немножко не хватило, где-то не повезло, где-то… Слота в инвентаре не хватило. Где-то решение. Ну, то есть они на самом деле… Понимаешь, когда ты вынужден, вынужден, это именно что вынужден, подчеркиваю. У Мага был в шестом слоте урна с ноль зарядами. Он пять секунд думал, как, что сделать с урной с ноль зарядами и что, как взять Aegis. Все, игра проиграна из этого. В общем, что-то типа того, когда ты вынужден последним пиком, последним своим пиком брать спиктру Кэрри против Тинни Кэрри, ты как бы уже в огромном проигрыше. И ты с этим огромным проигрышем еще и не просто барак, ты на самом деле находишься в одном шаге от победы. Они даже могли выиграть, если бы та драка снизу, уже вот после всех этих Aegis, случилась на 30 секунд позже. Им нужно было 30 секунд не драться. А их что-то, ну, зачем они не дрались, я не знаю. Потому что у спиктры байбэк появился через 30 секунд. Если бы у спиктры был бы байбэк прямо в драке, они бы ее выиграли снова за счет этого абуза через байбэк спиктры. Так что, ну, как бы преимущество в одну карту, которая была у Empire, сыграла роль. Первая игра, где был тотальный аутпик от Empire, сыграла роль. Ну, и в принципе, Empire, естественно, заслуженно. Конечно, конечно. Заслуженно разбомбили и выиграли здесь все. Но Asus с Polar были очень хороши, мне очень понравилось. То есть я считаю, что команды были более чем достойны друг друга в этом финале. Если бы они снова не загнали себя в ситуацию, где у них три миличника у Asus. Это Насталкер, Брюмастер и Спектра играют против анти-миличников. Это Тинни, который просто бегал и рубил там все в этой большой толпе. То у них бы были просто колоссальные шансы. Да, Магнускин, да, Магнусы все. Это тоже рассказано, что ты вчера говорил, когда пикается Тинни вторым, ну, первым пиком висп Тинни. А дальше против него набирает герои, которые, ну, вообще против него не должны появляться. Или хотя бы взять, ну, если у тебя три миличника и такой анти-убийца, то возьмите какую-нибудь Бейна, которая кинет ему брейнсап, что угодно, лишь бы у вас был сейф, потому что мы видели, как замесы проходили для команды Эмпайр. Идут в Виртуз Пролар, что-то бегают, микрят Спектра за одним, на Сталкер за другим. А Эмпайр сбежали с кучу. Сбежали с кучу, Магнус РП, забежал Тинни, насыпал два удара, 2000 демеджа в Ауе. Ну, вот как было в том моменте, когда вроде бы они драку вообще ничего не дрались, не дрались, Тинни насыпал, подкинул, действительно дал там два шлепка, открываешь табличку после матча, 3000 урона, как бы, здрасте. Тинни под Эмпавером с Аганимом имеет 100% сплэш на каждый удар. 100, сотка, соточка, как красиво. 1-0-0. 1-0-0, это как Кунг раз в 4 секунды, только каждый... Постоянно. Только 3 раза в секунду, понимаешь, какое дело? Под Веспом. Под Веспом. С иллюзиями еще и так далее. И под Эмпавером, ну, короче, это жесть. Да, а у тебя 3 милишника. Милишник Керри, Брюмастер, который насобирал Аганимов, Рефрешеров вместо, на самом деле... Ау. Вместо Ауэр, вместо Керасы, вместо... Кстати, вторую игру подряд Фобос это делает, но тут суть в том, что Керасу собрал Маг. Ладно, на самом деле Аганим, наверное, сыграл свою роль, но... Потому что получилось выиграть некоторые драки с Аганимом за счет того, что впивался Фобос там в Веспа, Клэпа у него там, бил его критами, это и красные панды. Но все равно дальше пошел какой-то Рефрешер вместо БКБ и Абисов такого, чтобы прям... Ну, чтобы именно воевать уже. Чтобы воевать, потому что уже в конце это выглядело так, он раскладывается, Тинни подходит, два удара, осталась одна зеленая с пол-хп, такая, ух! И при этом еще... Уходим! И пол-хп еще осталось у всей команды там, мы видели, потому что половина, ребята в основном бегали. Сплэш был очень, конечно, дикий. Но, естественно, матчи были очень крутые, команда Эмпайр реально... Они делали порой ошибки, порой они действительно серьезно ошибались, но было видно, что они над этим работают прямо во время матча. Они сильнее просто, и все. Мне очень жаль, что эти две команды не едут в Азии, вот, в Шанхай. Вот просто пора дать, как жар. Ничего, есть нормальные бойцы у нас в Шанхае. Да, мало. Нормальные парняги. Ты уверен? Конечно. Соло, дред и козырный валет, вот эти все. Эти там будут давать жар. Не, ну посмотрим, как там, конечно, будет в Азии. Очень жаль, что Эмпайр туда не едут. Очень жаль, что не едут туда поляры. А вообще, если говорить, вот сегодня там вот перед матчем обсуждали ребята, что вот кто сейчас заслуживает на этот самый инвайт. И вот если бы здесь Полар выиграли вот этот матч, я думаю, что они бы из европейских команд были бы ближе всего к инвайту. Потому что они поехали на Д2Л, они были на Дрим Лиге, они, в принципе, держали там очень хорошо. Да они и так близко. Так же, как и Эмпайр, на самом деле. Полар по результатам... А что Эмпайр? Эмпайр один лан за полгода. Один завезли. Эмпайр сейчас имеет форму, им нужно просто следующие там один-два лана тоже сделать хороший результат, жрать на топ-1. Тогда они с большой вероятностью уже имеют инвайт. Просто хотя бы держаться в топе, не разваливаться, не менять никого. Два-три турнира. Не разваливаться. Это ТСНГ важный показатель. Это очень важный показатель. Продержаться. Это самое сложное. Самое сложное. Да, да. Почему только для СНГ? Что это за дизреспект? Ну, не будем окунаться в эту тему. Назовем просто ее менталитет, который уже 7 лет не дает нам покоя. Мы все с ним боремся, но не получается. Дима, 300, а не 7 лет менталитет не дает нам покоя. 300? Ты тоже оптимистичное берешь? Да, да. Я думаю, сам в этом пару тысяч. Да, ладно, ладно, продолжаем. Десятков тысяч, может быть, даже. А Asus, они заслуживают за то, что у них просто средние результаты. Да, они не топ-1, но они постоянно показывают результат и держатся. И это то, что приковывает внимание к этой команде. Но если для Valve нет такого именно разграничения дикого между Европой и СНГ, если все это считается Европой, а вроде так и есть, то, в принципе, а кому ты еще дашь, кроме секретов? Ну, секрет 100% имеют. Все остальные новые дашь. А почему СИК, а почему команда в новом составе ни одной игры не сыграла? А это не важно. Это организация, которая уже выиграла Dota Beat, уже... Важно. Для Valve это важно. Нет, для Valve это было важно где-то там два года. А потом они сами за фейлиска на зале любит. Это было важно два года. Это как если у тебя футбольная команда, ты делаешь одну замену после сезона, и Valve тебе скажут в футбольной лиге, все, Барселона не может играть в нашем турнире, потому что один игрок ушел в этой команде, конечно. Ну, хорошо, что Valve не владеет. Это хорошо, да. Мы радуемся. Valve развиваются. Эти все сказки, это было как бы начало, это была ее прихоть, но сейчас однозначно видно, что... А ты уверен, что СИК заиграет? Ну, что я не уверен, что СИК заиграет в этом составе. Да, это мы уже увидели. Это мы видели, что... А вы уверены, что СИК заиграют, и они за полгода выиграли, мягко говоря, занимали топ-2, топ-1 почти на каждом турнире, на котором они играют. Они были всего на двух, короче, вы переоцениваете команду СИК. А онлайн, Дота Пит, 80 тысяч долларов, они заняли первое место. В онлайне вы можете хоть все выигрывать. А сколько у нас всего ланов? В онлайне, смотри, в онлайне. Ух, сами боги. Сколько у нас всего ланов произошло за полгода? Ну, несколько было. Ну, СИК поехали. Смотри, короче, был один СТАРЛАДР и еще СТАРЛАДР. И был еще САММИТ, на котором сделали СИК. И был еще САММИТ. И ДримХАК. И СИК заняли третье место, это уже показалось. Из шести команд. Из шести топовых команд. Это был знаменитый МС СОСАЧ? Да. Там были китайцы и американцы. Это сейчас две самые жесткие нации. Нам не хватает воды стаканов. Да, среди Европы, среди Европы, СИК однозначно топ-1. Ну, именно среди европейских команд. Никто даже по иску не подходил. Ну, возможно, так и есть. Но, опять-таки, езжете, где езжете, клауднайн там. А это они тоже заслуживают ЕГЭ, клауднайн и Тим Сирит. Они уже там. О чем разговор вообще? Давайте подведем итог, попрощаемся. Передадим слово на сцену, где начнется церемония награждения команд. Да. Ты побежишь туда? Нет. Телепортим. Всем огромное спасибо. Это был одиннадцатый сезон «Салады». Это была неизбываемая студия аналитики. Здесь были комментаторы и лучшие аналитики вселенной. Давайте похлопаем НС. Конечно, конечно. Лост, конечно же. Лосту хлопаем. И где-то тут был, но он где-то есть. Вот рядом, рядом он сидит. К нам смайл вот здесь рядом. Мне хватило еще смайлу, аплодисменты. Ну и что? Всем спасибо. Мы встретимся с вами на финалах двенадцатого сезона. Ну и слово на сцену. Церемония награждения начинается прямо сейчас. Да, всем привет. И у нас подходит к финишной в своей черте одиннадцатый сезон «Старладдера». И сейчас мы на сцене будем по очереди приветствовать победителей. Начнем мы с четвертого места. Это команда MVP Phoenix. Ребята, которые прилетели скорее. За протяжении полутора год увеличивали свои результаты очень сильно. И в этот раз уже добились до четверочки. Ребята, выходите на сцену. MVP Phoenix, поддержите их! Побольше, побольше, похлопайте им. Они так старались для вас. Третье место. Ребята из Швеции, которые только-только на этом сезоне показали великолепные результаты. Начинали по тегам Lions. Закончили уже Ninja in Pigeons. Встречайте их. Ninja in Pigeons. Третье место «Старладдера». Ребята, которым самую малость не хватило до чемпионского титула. Ребята, которые вплотную подошли к первому месту. Это Asus Polar. Аплодисменты им! 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 Да, еще похлопаем им. Ну и напоследок, самые сливки. Ребята, которые очень долго шли к своему первому месту. Огромное количество вторых мест. Великолепная игра в финале. Эта игра запомнится всем надолго. Team Empire! Побольше аплодисментов и лучшая команда одиннадцатого сезона. Тридцать девять тысяч долларов США. А это самое вкусное. Ребята, это вам. Лучшая четверка этого сезона уже сейчас на сцене. Появится ли кто-то из них на сцене в следующем сезоне, мы узнаем совсем скоро. Впереди вас ждет двенадцатый сезон StarLadder. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok